приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание простым предметам которые могут защитить вас от чужой злобы от негатива от сглаза поэтому обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают эту важную и ценную информацию знаете между всеми нами живыми существами на этой прекрасной планете постоянно происходит обмен энергией и конечно же было бы здорово если бы это энер энергия была положительная но мы живем с вами не в идеальном мире а потому каждый день сталкиваемся с негативом со стороны других людей это могут быть совсем чужие люди или возможно ваш самые дорогие вам родственники или знакомые это может быть и зависть коллег на работе и раздражение пассажиров в общественном транспорте и агрессивный продавец в магазине которого мы случайно отвлекли от телефонного разговора это могут быть и злые соседи и каждый из нас где угодно может получить порцию не самые полезные энергии как же защититься от чужого воздействия от чужой злобы как найти самый лучший предмет вещь которые помогут нам от сглаза от негатива и от какого-либо нехорошего зла и вы знаете самые обычные в быту предметы могут стать настоящие защиты от магического и энергетического воздействия и одним из таких предметов является простая булавка выбрать булавку в качестве защиты от негатива вы можете взять любую главное проверить чтобы она действительно хорошо закрывалась потому что это очень важно особенно если такой способ защиты предназначается для вашего ребенка детям как правило часто выбирают золотую или серебряную булавку однако многие считают что именно золотая булавка от сглаза она защищает лучше чем простая вы знаете это мнение является ошибочным но перед тем как приколоть булавку к одежде и необходимо сказать над ней определенные слова конечно существует достаточно множество обрядов которые помогут вам заговорить от негативного энергетического влияния но самыми эффективными считаются следующие и для этого обряда вам нужно купить в церкви восковую свечу и после полночи зажечь ее далее расстегнуть булавку и поддержать 5-8 минут булавку над пламенем свечи и это действие поможет очистить ее от любых существующих на ней энергетических программ после этого над булавочкой нам нужно с вами сказать следующие слова ангел-хранитель от всех злых сердец избавитель стань предо мною своей надежной защитой укрой чур моим сказанным словам после прочтения этих слов капните три раза растопленным воском свечи на булавочное ушко воск обращаем ваше внимание специально счищать нельзя через некоторое время он сам сойдет естественным образом а свеча кстати пусть догорит для следующего обряда вам понадобится стакан со святой водой свеча и чистое полотенце стакан с водой поставьте на стол и перед ним расстелите полотенца далее зажгите свечу и произнесите следующие слова шел господь бог нес свой крест животворящий евангелию покрой господи иисус и раба твоего и здесь называйте имя человека который будет носить булавку или называйте имя свое если вы в этом случае будете носить эту булавочку святую ризой в доме в поле в дороге в пути от острого меча от быстрой пули от лихих людей от больших замков от злых властей аминь и во время чтения этих слов возьмите булавку и окуните ее в святую водичку положите на полотенце а затем водите над ней горящей свечой если со свечи на так называемый заговариваемый предмет будет капать воск его не нужно вытирать пусть остается на булавочке до тех пор пока сам не сотрется конечно вы спросите а как же правильно приколоть булавку от сглаза лучше всего крепить ее с левой стороны возле сердца и если это возможно на видном для всех вместе и если такой возможности нет то прикалывайте заговоренную булавку нужно с изнанки также с левой стороны ушком вниз вдоль тела и глаза завистника в первую очередь всегда падают на интересную и привлекающую вещь и основная часть негатива сразу перейдем вот придет на защитный предмет и в нашем случае на булавочку но при этом надо быть внимательным так как булавка может внезапно расстегнуться и незаметно для вас потеряться или неожиданно сломаться что же это значит а это значит что защита сработала и теперь вам нужно заговорить новую булавку для ношения также оберегом от сглаза считается красная шерстяная нить повязывать ее следует на запястье левой руки не забудьте завязать на нити семь узелков каждый из которых символизирует покровительство бога над каждым из периодов человеческой жизни а вот беременным лучшим оберегом от сглаза станет маленькое зеркальце положите предмет в нагрудный карман теперь если вас попытаются сглазить негатив вернется обратно тому кто его послал издавна лучшим оберегом считалось обыкновенная монетка которую после проведения определенного ритуала человек всегда носил с собой во время такого обряда считалось что он откупается от нечисти и если вы хотите воспользоваться опытом предков сделайте так возьмите монету и перебросьте через левое плечо где по поверью сидит демон искуситель после этого поднимите денежку и подержите на горячей сковороде несколько минут для того чтобы металл прокалился таким образом именно эта монетка станет надежной преградой на пути злых чар и далее эту монетку всегда носите с собой какую монетку взять какого номинала на ваше усмотрение и конечно же вы можете использовать иголки вам понадобится всего лишь две штуки носить при себе их не нужно а следует в форме креста приколоть над входом ваш дом иголки таким образом будут защищать ваше жилье и живущих в нем домочадцев от зла и недоброй энергетики и еще хотим дать несколько очень важных советов грязь вашем доме знаете это прямой источник негатива и именно грязь открывает ворота злу особенно если у вас есть грязь у порога по этой причине уборка в доме всегда должна стоять у хозяйки на первом месте следует чаще подметать мыть полы протирать пыль со всех предметов и ни в коем случае не допускать загрязнений и скопления мусора помните что умывальники ванны туалет следует чистить регулярно для защиты от порчи из глаза не забывайте и заменять иголки под порогом и во время переезда не оставляйте личные вещи заберите заговоренные и иголки из-под порога и все те остальные талисманы которые у вас есть наличие для того чтобы новые хозяева никак не могли совершить какие-либо магические действия это также касается людей которые сдают квартиры вот друзья сегодня мы хотели с вами поделиться вот такой в казалось бы на первый взгляд простой информация но которая вас может оберегать и защищать